Привет, мои хорошие! Гетры какие классные! Пойдем в ту комнату. Ну что, экскурсию проводим? Классно будет сделать шкаф. А посередине можно сделать собережки, а по углам дебатчики, буфики. Объединенные радостью вместе с руководителем некоммерческой организации не скрывают удовлетворение. 170 квадратных метров с ремонтом. Несколько комнат для занятий, кухня. Все это в будущем. До открытия ждать осталось недолго. Город предлагает все силы, чтобы детки с ограниченными возможностями смогли заниматься и общаться здесь уже с 1 сентября. Я очень рассчитываю, что и на ходу вашим руководством, привлечением неравнодушных людей, мы нашим ребятам, детям будем уделять профессиональное, грамотное, полезное образование и внимание. И вот я хочу попросить вас, как человека неравнодушного и главу города, который мое получение сегодня очень похоже выполнил, торжественно прикрутить табличку. А я в сентябре проконтролирую и порадуюсь, как сюда пойдут дети. 1 сентября задача открыть, распахнуть эти двери, чтобы ребята занимались не вашей уютной, но очень маленькой квартирой, а все-таки здесь, в роскошной. Новостройка на Хлебозаводской прирастает веселой вывеской. Инна Орлова, руководитель радости, беспокоится. Муниципальное помещение закрепляют за организацией на три года. Губернатор успокаивает. Будет работа с инвалидами, занятия, будет и помещение. У нас 150 детей. На данный момент 4 педагога с нами работают. Сейчас, конечно, когда будет свое помещение, хотелось бы перейти на 8-часовой рабочий день. И, в общем-то, тогда уже, конечно, увеличится. Педагогов 8 хотелось бы. Оборудование обязательно будет. У нас есть организации, которые нас поддерживают. После приезда губернатора на нас тоже вышло несколько человек. Сказали, что мы хотели бы помогать. Именно вот эта идея, что центр реально существует. Ты можешь в любой момент прийти, посмотреть, что ты действительно купил там дорожку. А вот дети занимаются. Она приносит пользу. Хотелось бы, конечно, может быть, поучаствовать. Сейчас много программ. Да, и Владимир Владимирович Путин говорил, что, в общем-то, и гранты сейчас предусмотрены, поддержка некоммерческих организаций. Сейчас вышел новый закон 442-й в соцзащите, который тоже предусматривает то, что поставщиками услуг могут быть не только государственные учреждения, но и некоммерческие. Мы, конечно, сейчас будем всячески везде участвовать, искать финансирование. Жители города обращаются к губернатору с рядом просьб и проблем. Народ протестует против строительства завода «Металист» и торгового центра рядом со сквером на Рощинской. Поднимают вопросы оплаты трудоврачей и выплат за инвалидную коляску. Андрей Юрьевич все петиции забирает с собой. Вторая точка маршрута начальства – голубые спальни. В Ивантеевке так исторически сложилось большое количество ветхого фонда, говорит Воробьев, и ставит задачу, чтобы каждый житель знал, как решаются его вопросы и как идет расселение. Если где-то западает, если вы чувствуете, что процесс с нами, то сразу к нам. Пожалуйста. Как мы делаем? Пишем. И на личную вашу почту сразу обращаемся. И на личную почту Сергея Геннадьевича. Здесь вы думаете, все. Два дома на сегодняшний день, два дома получили договора предварительные, будут распислены до конца мая, а подружные партии до конца сентября. И мы готовы будем вот эти три дома первые снести. Второй ряд, согласно решению суда, до сентября 2016 года, застройщих здесь в течение года также люди получат договора предварительные и будут расселены. Планируем, что сентября 2016 года вот эти шести барабаны есть. На месте голубых спален будет новый жилой микрорайон, соответствующий инфраструктурой. Губернаторы дальше будут держать под контролем исполнение дорожной карты по Ивантеевке. Ивантеевка город подзапущенный. После нашего приезда, как говорят жители, здесь кое-что изменилось. Видно, что глава взял неплохой темп. Если он его продержит сколько-нибудь продолжительное время, то люди увидят изменения. И в детской поликлинике, и в больнице, и во дворах, и в убранстве города, облик города должен занять в работе властей гораздо большее время и внимания. Но я сейчас вижу, что старания такие есть. Мы будем контролировать и жестко указывать на недостатки. Нам в этом помогают люди, жители, которые активно пишут, сообщают. Поэтому я не сомневаюсь, что в Ивантеевке с каждым нашим приездом ситуация будет меняться.